Но не только традициями богата поморская земля. Саженцы, овощи и фрукты, выращенные на собственных грядках, северодвинцы представили на празднике урожая. Он прошел в парке культуры и отдыха. Все цвета осени в одной композиции. Молодой дачник Павел Точилов назвал ее осенним бунтом. Привезли кленчики, выращенные из своих семян. Четыре разных клена. Клен остролистный, ясенелистный, геннала и ложнозибальда. В основном это не наши клены, поэтому представляем их в номинации «Заморский гость». На даче Точиловы трудятся всем семейством. Такие, но уже взрослые клены растут несколько лет на их участке в уйме. Хоть эти деревья не из местных, особого ухода и укрытия не требуют. Семена Точиловы заказывают в интернете, а все, что привезли на праздник урожая, также украшает их дачу. Овощи на конкурс привезла Маргарита Савкина, а ее дочь сочинила частушки. В конкурсе есть номинация на их лучшее исполнение. Всего на конкурс заявилось более 10 человек, но не все смогли приехать. Цель конкурса, она как огород семье доход, то есть она из этого и идет. То есть то, что может у нас быть рядом, мы можем получать и продукты, и питание, и все остальное. То есть это экономия, это и свое экологически чистое. То есть вот вырастили, вот поели. Красота, оригинальность, размер и вес. По этим критериям жюри оценивало участников. Призы получили все, а согревались участники, танцуя под песни северодвинских исполнителей. Праздничную программу организовала администрация парка культуры и отдыха. В этот день здесь провели акцию и для детей. Все аттракционы стоили 50 рублей.